Чтобы сделать себе кофе. И всё взрывается. Вам знакома такая ситуация, что вы приходите домой, и муж говорит что-то, что для вас срабатывает как красная тряпка. И всё! То есть все ваши инстинкты направлены сейчас на него. Да? То есть получается, что когда очень много энергии на это направлено, любая ситуация становится для нас стрессовой. И у меня есть опыт, когда мама и папа, мужчина и женщина, до зачатия прошли исцеление, ну вот до зачатия ребёнка. То есть у нас есть программа, да, с помощью которой мы включаем все эти травматические опыты. Вот большинство, скажем так, так будет честнее. И ребёнок, который родился вот от этих родителей, его можно завязывать в узлы. И там в бассейне его, значит, тренер говорит, вообще чемпионка растёт вообще. По бэби-йоге говорит, йог растёт. И мама рассказывает, что когда, значит, там девочка только ползала, да, и там 4 или 5 месяцев было, она обратила внимание на такую штуку. Она мыла посуду, уронила стакан, и она говорит, я вижу, как в замедленном фильме, как стакан так падает, из него выплёскивается вода, и в мелкие дребезги, и разлетается по всей кухне по полу. А девочка ползала по полу, на полу коврик был постелен для неё. Она даже не повернулась на этот звук. Она продолжила ползти. То есть она даже не повернулась. То есть когда жизненной силы достаточно, да, и она не уходит на поддержание, вот удержание этих инстинктов, вообще ребёнку, ребёнок продолжает себе ползти, и всё хорошо. То есть в этом случае какие-то ситуации просто не становятся стрессом. То есть мы их обработали и пошли дальше, да. И вернёмся к нашим баранам. Мы с вами остановились вот в этой прямой на том, что надо залатать больные места. Да. Представьте себе здесь. Мой предок был раскулачиваем. И в момент, когда произошло раскулачивание, предположим, он сжался. Он испугался и сжался, да. Что в этот момент происходит в рептильном мозгу, который вот самый большой здесь, самый древний? В нём создаётся ассоциация. То есть вот ситуация уже свершилась, раскулачивание случилось. У меня остаётся ассоциация. Мой рептильный мозг говорит, подруга, мы выжили? Выжили. Значит, для того, чтобы выжить, нужно делать что? Держись. Вот этой цепочки. Терять. То есть выживание равно потеря. В итоге, мой прадед, мой предок, что мы передаём детям? Самое лучшее. Что наши предки могут нам передать? Как выжить? Мой прадед передаёт моему деду. Как выжить? Как выжить? Терять. Мой дед берёт эту программу. Как самое лучшее. Передаёт это моей маме. Что нужно, чтобы выжить? Терять. И моя мама делает то же самое. Это, знаете, как в том анекдоте. Когда поженились молодожёные, живут год, и спустя год, на годовщину свадьбу, муж говорит, слушай, я вам, ей-богу, не пойму. Ты там каждое воскресенье готовишь мне отбивные, и всё время отрезаешь какой-то кусок, и после этого жаришь. Что это за ритуал какой-то такой странный? То есть берёшь и отрезаешь там кусочек. Она говорит, блин, не знаю, так всё время делала моя мама. Звонит маме и говорит, мама, тут вот я пытаюсь понять уже целый год, что делает моя жена в момент, когда готовит мне отбивную. Она берёт кусочек, отрезает, и готовит оставшийся кусок мяса. Это с чем связано? Она говорит, ну я не знаю, так всегда делала моя мама. Он звонит бабушке и говорит, вы не могли бы объяснить сакральный смысл этого действия? Почему моя жена отрезает кусочек мяса? Бабушка говорит, да всё очень просто. У нас была маленькая сковородка. То есть моя мама, принимая программу потери, она вообще не в курсе. Она не в курсах, как говорят у нас в Одессе. То есть она вообще не понимает, что происходит, и почему она за полгода до того, как Сбербанк накрылся медным тазом, вложила все свои деньги на обливации. положила, да? То есть она не понимает, почему она это сделала, да? И она это передаёт мне. Я тоже не понимаю, зачем я за три месяца до кризиса покупаю в кредит огромную недвижимость? Я тоже не понимаю. Но прадед знал, мало того, рептильный мозг моего прадеда знал, зачем я это делаю, да? Так вот, если вернуться к этой метафоре с бомбардировщиками, то смотрите, какая интересная ситуация. Если снаряд попал в какое-то место, и бомбардировщик остался целым, задачники спрашиваются, зачем это место укреплять? Его укреплять не надо. Понимаете? То есть бомбардировщик выжил. И мы, решая эту задачу, мы следуем логике рептильного мозга. К чему я веду? Сначала я думала, что рептильный мозг тупой. Сейчас я так не считаю. Ну, сейчас я действительно вижу, что это программа эволюции, которая пытается и так, и так, и так привести к выживанию. Просто, ну вот сейчас мы находимся в такой фазе. Давайте посмотрим на эту веточку. То есть тут толпа народа, да? Кто-то терял деньги, кто-то терял мужа, у кого-то там, я не знаю, что еще там, сгорело все. Сгорела хата, сарай, вот, и он остался там один-одинешенек, да? У кого-то там все погибли в войну, ну и так далее, и тому подобное. То есть можно только представить себе, какое количество здесь травм, потерь, которое привело вот сюда, потом сюда, потом сюда, и потом сюда. Если посмотреть на вот эту всю картинку, да, она очень похожа на сорняк. И вот, если я работаю с вот этой ситуацией, то я что делаю? Я подрезаю цветок сорняка. Если я работаю вот на этом уровне или на этом уровне, я что делаю? Я кашу под корень сорняк. Тут я стебелечки, предположим, подрезаю, да? Там листочки на стебельке. Ну, поскольку, ну, кто там огородом занимался, у меня был такой опыт, когда была маленькая, моя мама с бабушкой взяли какой-то там 10 соток или 5 соток, там давали. Мы туда ездили каждый выходной, там пропалывали, и как в конце сказала моя бабушка, ни одна картошка не пропала. Сколько посадили, столько и больше. То есть у меня был такой опыт, да, когда мы там эти сорняки косили, да? Вот. И в результате этого на следующий там раз, год или через месяц, да, они снова вырастали. И это то, вот чем я занималась, ну, порядка 17 лет со всеми своими травмами. Я их косила. То есть вот-вот мне становилось легче, 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 но потом это все равно возвращалось. Проходило время, и ситуации все равно возвращались. И вот, собственно говоря, история, ну, технология, которой я делюсь последние 7 лет, это единственная технология, которая помогла мне работать вот с этим, вот с этими ситуациями. Хорошо. И если, сколько у нас времени, скажи, пожалуйста, я думаю, как сейчас построить? Ну, 15. Да. А есть водичка где-то? Да, водичка. Там, ну, сейчас внизу. А вот. Смотрите, я думаю, остался незакрытый гештальт с паразитами. Я еще пару слов скажу про паразитов, да? У нас есть тренинг, который стартует завтра, и который включает в себя 7 дней. И на этом тренинге в третий день мы будем работать вот с корнем ситуации, то есть тут я вела к тому, что есть корневая ситуация, да? или мы ее еще называем ресурсной травмой. И слив которую мы выкорчевываем корень, и тогда она не возвращается. То есть за паразитическими отношениями всегда стоит какая-то травма раньше. То есть давайте еще посмотрим. Паразитические отношения. Какие здесь могут быть проблемы? То есть какие проблемы приводят к паразитическим отношениям? Это я. Папиломатичный. Насилие. Травма насилия, например, да? Потому что мы можем сказать, что насилие это вторжение в какой-то степени. То есть первая проблема насилие. Вторая проблема слабые границы. То есть в каком случае вторгаются в государство, когда у нее слабые границы. То же самое с человеком, да? Границы, да? Третья ситуация самая распространенная. Я привлекаю насильственные паразитические отношения, потому что в них я чувствую себя без опасности. потому что здесь было что-то такое, да? То есть насилие равно безопасности. Если бьет, значит любит. Да. Бьет, значит любит. Точно. То есть насилие равно безопасности. Дальше я могу поисследовать там еще в тело пойти, но это мы делаем там на следующем тренинге. На третьем модуле вот завтра у нас стартует первый-второй модуль, на котором первое можно исцелить подобные отношения, пойдя в корень. На третий день вот у нас будет сессия по этой схеме, да? И сейчас успею еще кое-что рассказать. Если сфотографировать, там, зарисовать, сделайте это, пожалуйста. Здесь добавлю рептийный мозг, лимбический, эмоциональный. Вы в курсе? Это я все даю. Сознательный. Какой второй? Лимбический или эмоциональный. То есть он отвечает за эмоции, он появился у млекопитающих и сознательный появился уже прямо. Что же в центре, то есть по эволюции они рассветятся с одной стороны, но по значимости я рисую по значимости. Есть, да? Путираю. Сейчас еще больше высоха. То есть это одна часть, где мы будем работать с паразитическими отношениями либо с любой другой вашей проблемой. и вторая часть это будет на втором модуле. Если взять вот этот кусок от зачатия до рождения и разделить его на части, то здесь есть точка. Вот здесь у нас родители. Повторю. Здесь точка зачатия. Мы во втором модуле исцеляем зачатия, исцеляя момент, в котором родители зачали ребенка и все несостыковки между ними. То есть вот здесь как раз и вылазит, что мама вышла замуж, потому что ее бросила первая любовь, а папа по своей причине. То есть в зачатии фактически мы исцеляем мужчину и женщину внутри себя, во-первых. во-вторых, поскольку это точка, где впервые возникает материя из ничего. Есть мама и папа. Из ничего возникает ребенок. То есть сначала энергия, потом эта энергия материализуется и возникает ребенок. То есть здесь мы впервые в своей жизни имеем дело с материализацией. Исцеляя зачатие, мы исцеляем свою способность к материализации. То есть когда я чего-то хочу, это на уровне идеи, да, потом я что-то делаю, в результате чего это воплощается. То есть все в этом помещении когда-то было чьей-то идеей. Стул, маркер, платье, все, что угодно, просто когда-то было чьей-то идеей. И у кого-то эта способность высокая, а у кого-то не очень. И исцеляя зачатие, мы повышаем вот эту способность к созиданию, к материализации своей мысли. Дальше. Зачатие и оплодотворение могут быть разделены в несколько дней. Следующая точка, с которой мы работаем, это оплодотворение. Классная точка. Что-что? Классная точка. Она реально классная. Я сейчас использую это для иллюстрации того, где мы можем исцелить политические отношения. есть яйцеклетка, есть сперматозоид, который участвует в оплодотворении. Зачатие это момент, когда все происходит. Оплодотворение это момент, когда сперматозоид доходит до яйцеклетки и собственно говоря случается оплодотворение физически. яйцеклетка. Зачатие это момент, когда все происходит. Когда происходит секс. Между мужчиной и женщиной прилетает аист. То есть это момент секса, момент занятия любовью. Ну кто трахается, кто занимается любовью, кто сексом. в зависимости от уровня мы находимся на уровне зависимости, свободы и взрывы зависимости. Ну шучу на самом деле. То есть это момент, когда энергетически мужчина и женщина встречаются и создают какую-то сущность. Да? Оплодотворение это когда это физиологически уже происходит. И у меня есть опыт клиентка из Москвы 51 случай насилия самого разного. Из них там 8 или 9 случаев сексуального насилия. То есть это просто какой-то страшный кошмар. Когда мы с ней познакомились, она познакомила меня со своим мужем и такая видная барышня, такая в теле, ну внешне очень интересная, есть мимо не пройдешь из серии, да? Рядом сидит не что? Никакого пола, вообще как-то никак одета. то есть вообще очень трудно было идентифицировать, что там это мужчина, во-первых, да, во-вторых, что это ее муж. То есть это было как минимум странно. И когда она обратилась ко мне с задачей развода, то есть я хочу развестись и хочу, чтобы это произошло минимально травматическим способом для меня, для ребенка. я стала выяснивать, я говорю, это кто? Ребенок. Это с моего таза. И выяснилось, что в силу травм насилия она выбрала мужчину, который точно на нее никогда не поднимет руку. не только руку. Да ладно, ребенок у них есть. Случай. Случай. Вот. И она рассказала, что после первого опыта насилия она два с половиной года ходила к психотерапевту и подробно рассказывала во всех подробностях, как это происходило. И она говорит, что когда я это рассказывала, я пережила травму гораздо большую, чем саму травму первого сексуального насилия. И она говорит, я с психологами, психотерапевтами завязала, я им не верю, потому что мне стало хуже. Вот. Ну и потом дальше были какие-то ситуации. Так вот, каково было мое удивление, я тогда только-только нашла технологию РПТ, да, это, собственно говоря, технология, про которую я говорю, это технология Rapid Personal Transformation, скоростная трансформация личности. И эта технология работает на уровне клетки, то есть мы берем яйцеклетку, и если взять биологический путь, то здесь впервые случается история, близкая к насилию, то есть когда сперматозоид со всей дури вбуривается в яйцеклетку одна сессия на протяжении часа 50 минут, и мы исцелили все ситуации ее насилия, то есть она развелась этим мужем, вышла замуж второй раз, выстроила великолепные отношения, и, ну, бывают такие клиенты, которым одной сессии достаточно для того, чтобы все, вот бывают такие, прям вот все выстреливает у человека, да, чаще все-таки нужно гораздо больше, но тем не менее такое бывает, например, Даша проводила мастер-класс у нас в Кривом Рогу, да, и женщина похудела на 10 килограмм просто после демо-сессии, которую там показывали на ней. По вторичным выгодам это вообще просто, это без входа в рот, это вообще просто детский сад, вторая четверть, но она срабатывает, вот когда еще мы не знаем про что речь идет, да, если там у нас чуть-чуть больше времени остается, то мы ее еще можем сделать. Вот, то есть насилие, мы уже говорили с вами, что паразитические отношения, да, это чаще всего травма насилия, то есть, во-первых, мы работаем с предками, и мы можем на этом уровне найти какие-то паразитические отношения, например, там, мама выходила замуж за папу, потому что, ну, знаете, вот как в древности, там, отдавали за богатого, неважно какого, потому что нужно там долги какие-то семье отдать, да, ну, то есть, брак по расчету в наше время, например, да, то есть, предположим, здесь может быть элемент паразитизма, здесь мы исцеляем травму насилия, да, через яйцеклетку, здесь мы исцеляем травму насильника, потому что существует мнение, что травму насилия нужно исцелять в жертве, но наверняка вы знакомы с треугольником Кармана, да, где есть преследователь или агрессор, вы по-разному называете, да, преследователь, есть жертва и есть спасатель, что если человек находится в роли жертвы, то в нем обязательно есть и остальные роли, то есть, если он жертва дома, его жена бьет тапочком, да, то он обязательно преследователь на работе, он такой большой тучей такой приходит и разговаривает вообще сверху со своими подчиненными, и спасает морских котиков, точно, и спасает невинно убиенных животных, например, да, так или иначе мы ходим по всей вот этой вот истории и исцеление насилия происходит отсюда, то есть, через преследователя, через агрессора, через того, кто задал эту травму впервые, поэтому мы работаем со стематозоидом как с клеткой, мы на клеточном уровне и вот эту травму насилия, я как насильник тоже можем исцелить, и дальше, сейчас буквально еще 2 минуты мне на вот эту вот дорожку, здесь есть потрясающая точка деления, когда клетки начинают делиться, и здесь у нас впервые встраивается травма на клеточном уровне, что мне не хватит ресурсов, травма недостаточности, я очень много лет работаю с изобилием, я все пыталась понять, ну, почему так не честно, кому-то больше, кому-то меньше, вот, я считала, что вселенная ко мне неравнодушна, что вот мне мало ресурсов, мне недостаточно ресурсов, я хочу больше изобилия, и я много чего сделала, чтобы действительно жить в изобилии, и вот оказалось, что на клеточном уровне травма недостаточности встраивается в тот момент, когда клетка делится, 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 и у нее заканчиваются питательные вещества, заканчивается время, потому что там есть буквально 7-9 дней, чтобы дойти до матки, встроиться в нее и получить источник питания, то есть, вот, за некоторое время, до того, как этот шар клеток встраивается, да, возникает вот эта травма недостаточности, мне всего не хватит, и вот предположим, если здесь у меня была где-то у предков травма голода, на клеточном уровне она встроится здесь впервые, да, и самое важное, что хочу рассказать вам по поводу паразитизма, потому что я все пытаюсь в паразитизм, в эту струю паразитизма втиснуть, да, извините, может быть, это у меня не совсем там логично получилось, но как есть, следующая точка, с которой мы будем работать, да, это точка, которая называется имплантация, это очень интересная штука, это подвиг природы, по-другому это не назовешь, представьте себе, шар клеток, примерно 128 клеток, он называется бластоцистом, в этот момент, когда вот это шар клеток, он через фаллобиевую трубу, пришел в матку, у него уже нет ресурсов, у него уже нет времени, то есть у него уже все плохо, да, и у него единственный способ выжить, это присосаться к стенке матки и получить оттуда питание, и вот здесь возникает на клеточном уровне энергия паразитизма, почему она возникает, потому что, например, мама не хотела ребенка, или папа не хотел ребенка, или мама не знала, что она беременна, ты уже уходишь, да, мы тебя любим, ты придешь к нам еще, Ириш, приди на какой-то день, ну, хоть на один, то есть получается, что, зачем меня остановилась, что единственный способ выжить, это присосаться к матке, спасибо, спасибо, но в этот момент получается, что есть ряд причин, по которой я могу чувствовать себя паразитой, мама не знает, папа не знает, мама не хочет, папа не хочет, семья не хочет, или вообще не ко времени, в этом случае я чувствую себя паразитом, и мы для того, чтобы эту паразитическую энергию предотвратить, мы сначала исцеляем зачатие, где кто-то может не хотеть ребенка, да, шаг за шагом исцеляем вот эти точки, и приходим в имплантацию уже исцелить момент, что мама, предположим, не хочет ребенка, или папа не хочет ребенка, например, здесь, да, и вот представьте, что в этот момент этот шар клеток выделяет вещество, то есть это реально подвиг природы, выделяет вещество, которое говорит матке, я свой, а лейкоциты матери со своей стороны рассматривают этот шар клеток как чужеродное вещество, что мы делаем, когда что-то чужеродное вторгается в наш организм, мы отторгаем, то есть мы убиваем это, лейкоциты окружают, там, как-то эти процессы называются, простите, я не биолог, да, нейтрализуют, убивают и выводят, то есть это то, что в принципе произошло бы, если бы ребенок, в виде шара клеток, будущий ребенок, да, не выделил это вещество, которое говорит, типа, я свой, и вот в этой точке возникает энергия паразитизма, мы в этой точке исцеляем энергию паразитизма, то есть мы берем все отношения, где я чувствую себя паразитом, предположим, когда я прошу денег у мужа, или предположим, когда я чувствую, что где еще беру, где что еще, когда я там какой-то кредит пытаюсь получить, да, и дальше мы выписываем все ситуации, в которых наоборот, я чувствую, что на мне паразитируют, допустим, то же государство, когда я плачу налоги, оно непонятно, куда потом тратят, да, возможно, моя мама, возможно, мои дети, ну, то есть здесь все что угодно, возможно, подружки, с которыми я встречаюсь выпить кофе и чувствую себя унитазом через полтора часа, в которого слили все проблемы, да, возможно, муж, который дома, да, мы тут используем уже эту ситуацию, вот, то есть мы выписываем все эти ситуации, затем мы проходим, мы притворяемся вот этим шаром клеток, как мы притворялись с вами рептильным, да, существом, и мы проходим эту дорогу на клеточном уровне, выключая все инстинкты по дороге, и таким образом высвобождая энергию, которая была на удержании этой травмы, высвобождая ее на любовь и творчество, у нас есть по этому поводу, ну вот наблюдение, Даша, вот может поделишься, что происходит, когда мы исцеляем паразитические отношения, имела в виду вот и насилие, и вот этого товарища, который там... у меня была одна из таких проблем, можно сказать, все, ну грубо говоря, все психи были всегда моими, то есть если в поле вот так вот находится человек с отклонениями по психике, он обязательно ко мне, ну с меня что-то хотел, причем это с самого детства, и у меня таких случаев, ну вот у меня таких было, наверное, человек пять в окружении, да, то есть в основном это молодые люди, вот, там один мне периодически звонил и говорил, говорит, ну, а он, куда-то его отправили лечиться, в клинику, короче, где-то под Чернигов, туда, он мне периодически звонил, там ему давали телефон, наверное, не знаю, он говорил, ну что, говорит, когда ты приедешь, я нам дом уже купил, вот, по ночам звонили, в общем, все что угодно, вот, и это длилось на протяжении просто годами, то есть были люди, которые вот годами меня так, меня, ну, естественно, меня это трусило, колбаса, можете себе представить, каждую ночь тебе звонят и что-то хотят там, три часа ночи, вот, после гейцеклетки все отвалилось и сейчас, сейчас этого нет или даже если что-то такое примерно наклевывается, меня это уже не парит и у человека нету как будто энергетического повода со мной, да, войти вот в этот вот, а это же тянет, это вот реально то, что как паразитизм, это тянет кучу энергии, ты думаешь, ты чего-то там боишься, тебе там что-то неудобно, ну, в общем, да. Ну, единственный такой эффект, что, если ваши отношения являются паразитическими, то после этой сессии они отвалятся. То есть, будьте к этому готовы, да, ну, или будут вынуждены каким-то образом трансформироваться. И буквально еще пару слов скажу о том, что дальше здесь рождение, которое, возможно, вы проходили всякие там родовые каналы и так далее, то, как мы рождаемся, мы так живем. И мы, исселяя рождение, мы меняем полностью стратегию своей жизни фактически, да. Потом есть еще сессия, вот как мы ехали с Наташей и говорили о том, что для многих женщин беспокойство равно любви и безопасности. Вот здесь есть точка, которая называется иллюзия защищенности. Это когда мама в беременность испытала какой-то стресс, и в результате этого стресса вот то, что она испытала, записалось у плода как защищенность. Например, мама беспокоилась по куче вопросов, что и можно есть, что и нельзя есть, там, можно и тресс качать или нельзя, можно и плавать или нельзя, ну, то есть, вот, возможно, она там беспокоилась, и вот, вот это беспокойство может сработать, как вот цепочка, да, нейронная в мозгу, что когда я беспокоюсь, я чувствую, что я люблю, меня любят, я в защищенности, и я ищу этого в отношениях, да, потом по факту, либо, например, в момент беременности мама испытала какой-то шок, да, может быть, какую-то аварию, может быть, она что-то видела, может быть, ну, то есть, что-то произошло, в результате я буду на протяжении жизни привлекать этот шок, чтобы чувствовать себя в безопасности, и мой партнер будет периодически меня шокировать, вот у меня есть клиентка, у которой партнер, мужчина, периодически приходит домой и говорит, ты знаешь, я тут пару лет назад взял кредит, и сейчас из меня его выбивают, и она в шоке, и это равно ее безопасности, да, и вот мы докопались с ней до такой цепочки, например, да, то есть, мы исцеляем то, что мы нездорового притягиваем в отношениях, тоже насилие, может быть, равно защищенности, например, отец ударил маму, когда она была беременной, да, и насилие равно защищенности в этом случае, и я, чтобы чувствовать себя в защищенности, я буду притягивать партнеров склонных к насилию, и вот это обслуживание ситуации бьет, значит, любит, да, вот, ну и в конце концов самый последний день это будет исцеление травмы брошенности, и получение доступа ко всем ресурсам и к источнику изобилия, плацента это то, что питало ребенка на протяжении всего периода беременности, да, с момента имплантации, когда этот шар клеток встроился в стенке матки, он разделился, часть стала ребенком, с ручкой, часть плацентой, которая, собственно говоря, и встроилась в стенки матки, и часть стала пупылинкой, и вот эта плацента росла вместе с ребенком, и она прорастала в стенки матки все больше и больше и больше и больше, и она оттуда брала полезные вещества через кровь, да, кислород, и через плаценту ребенок отдавал продукты распада своего организма, да, то есть получается, что ребенок, когда внутри мамы, не совсем понимает, кто такая мама, вот как мы не понимаем, какой это Бог, какая-то вселенная, кто эти люди, кто их видел, да, точно так же ребенок не понимает, кто такая мама, это все вокруг него, да, и то, что он реально осязает, то, что он осознает на своем уровне, это плацента, и когда ребенок рождается, и в течение первых пяти минут перерезают плаценту, фактически ребенка отрезают от источника любви, заботы, питания, поддержки, потому что плацента стала на протяжении вот этих там восьми с половиной месяцев условно, да, потому что где-то две недели сюда еще, она стала вот этим источником для ребенка, и таким образом, когда мы исцеляем травмы плаценты, мы возвращаем способность получать доступ к ресурсам, и вот здесь основной источник издебилия, на мой взгляд, по крайней мере. вот такая история. Ну, с паразитизмом связала, да? Я систишок знаю про паразитизм. Потому что, в общем, тему мне задали конкретную, да, и в этой теме нужно было, в общем-то, осветить возможности технологии. то есть, на протяжении следующих семи дней, вот завтра у нас стартует тренинг, первый модуль состоит из трех дней, в первый день мы изучаем технологию шаг за шагом, она на удивление проста. Это для меня было в свое время подтверждением, что все гениально и просто, технология очень простая. Вот я проводила с того, Дима, с кем-то из присутствующих проводила? Нет, сейчас никого здесь нету, я не буду с девочками. То есть, я несколько проводила сессии с девочками, вот, и технология нереально проста, вот просто нереально, колбасит, колбасит, но технология сама очень простая. То есть, в первый день мы полностью осваиваем технологию РПТ, во второй день мы работаем со вторичными выгодами и страхами, потому что часто травму удерживают вторичные выгоды. Ну, я думаю, вы понимаете, что это такое, да, то есть, ребенок болеет, потому что, когда он болеет, мама уходит с работы и дает ему сладкое, и разрешает ему смотреть телевизор часами, да, поэтому для того, чтобы посмотреть телевизор, он заболевает и получит мамину любовь, да. Ну, то есть, вот, иногда эти вторичные выгоды удерживают травмы, и нам нужно это осознавать и понимать, для того, чтобы перейти вот к третьему дню, где мы будем работать с родовыми травмами, которые мы называем ресурсными, потому что в них мы берем ресурсы, мы собираем ресурсы рода и соединяемся с ними фактически после того, как исцеляем травму, да, это первый модуль, то есть, к концу первого модуля третий день можно поработать с саботажем, например, я саботирую деньги или я саботирую отношения, то есть, я все делаю, чтобы у меня случились отношения, но в тот момент, когда муж собирается, мой будущий муж, делать мне предложение, я делаю так, я поняла, я не создана для брака, вот, ну, вы понимаете, что я говорю, это моя, моя жевая ситуация с первым мужем, вот, а то поэтому так натурально получилось, да, я просто, Стариславский просто упал, я не вернулся, вот, ну, я потерялась, вы меня похвалили, я потерялась, но, давай еще раз твои, не сомневаюсь, то есть, в третий день мы можем исцелить какой-то саботаж, да, если, например, вы что-то делаете, 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 и когда вот, наконец-то, подходит дело к тому, что деньги вот-вот пойдут, вы понимаете, что вам это больше не интересно, да, вы уже остановитесь, девчонки, я прямо могу говорить, а как-то, это такие, традиционные, традиционные, ситуации, да, и вот этот третий день, это просто моща, да, для исцеления, саботажа, причем мы реально идем в точку, в роду, когда это впервые могло появиться, да, исцеляем эту точку, и возвращаемся с ресурсами, дальше, второй модуль, первый день, мы работаем с зачатием, очень глобальная, прямо такая тема, мощная, мы исцеляем зачатие, исцеляем отношения между родителями, которые задают войну внутри меня, да, война между родителями, задает войну внутри человека, и я не понимаю, чего мне это колбать, второй день мы посвящаем исцелению, оплодотворения, да, яйцеклетка и сперматозоид, исцеляем на клеточном уровне, травму, насилие, и сперматозоид, я его не затронула, но тем не менее, там тоже очень много всего важного, там тема достижения, то есть сперматозоид ассоциируется с достижениями, да, и возможно, я была в Тель-Ариве несколько дней назад, и три дня назад, там был международный марафон, то есть перекрыли весь город, и я с этим столкнулась, мы подъехали, но к набережной не смогли подъехать ближе, и мы шли пешком, и там такая толпа сперматозоидов пробегала мимо нас, а я уже зная эти все истории, я так понимаю, что у всех у них травма сперматозоидов, потому что в здравом уме и в трезвой памяти, это не для прессы, да, кому придет в голову бежать 42 километра, и главное, зачем? Зачем? Чтобы что? Что я могу? Каждый экземплярит цель. Ну, что есть такое? Победить особо не старайтесь, это главное сам факт, что я... Да, да, кто избежал. Ну, в общем, в этом есть определенная травма, да, и тут тоже очень много ресурсов заложено в этой, в этой истории сперматозоида. Дальше, мы исцеляем недостаточность, мы исцеляем энергию паразитизма, прорабатываем вот эту нездоровую иллюзию защищенности, исцеляем рождение, в рождении там отдельная тема, не буду сейчас заморачиваться, все вот эти вот истории, что там долго рождалось, быстро рождалось, кесарево, там, тянули, перевернулось, в общем, это все задает определенные истории на всю жизнь, да, и мы исцеляем рождение, мы исцеляем за одну травму этого шока, прихода в этот мир, когда ребенок рождается, а на него софитами, холодным воздухом, и потом еще там холодной водой, например, чтобы заорал, или шлепануть там, чтобы заорал, да, то есть мы исцеляем все вот эти вот травмы, и заканчиваем самой мощной сессией, да, по плаценте, это седьмой день, который нам помогает, ну, собственно говоря, вернуться к источнику, к изобилию, и чувствовать себя, как ребенок, который только что родился, и он может вдохнуть и получить столько кислорода, сколько нужно, он может присосаться к материнской груди и получить столько материнского молока, сколько нужно, И при этом вот второго ребенка своего я рожала дома, в воду, и плаценту, собственно говоря, пуповину мы перерезали примерно через 8 часов. И я сравниваю первого ребенка, сравниваю второго ребенка, у второго вообще все есть. А ну реально у него все есть. То есть первому мы, значит, вымучиваем, вымучиваем, вымучиваем. Они занимались у меня спортом, ну и продолжают заниматься сноубордингом, и они профессионально занимаются спортом. И там один этот сноуборд, такой качественный, стоит полторы тысячи евро. И, значит, ломаются они просто как орехи. Ну то есть сезон-борд, сезон-борд. И, значит, первый ребенок у меня этот новый, крутой, такой самый-самый лучший в мире борд, он меня вымучивал где-то с полгода. Мы все складывались там, потому что в трезвом уме и здравой памяти я на кусок дерева не готова инвестировать такую сумму. То есть все сложились, там папы, бабушки, мамы, дедушки, и купили ему этот борд. А через два месяца второму я просто купила, потому что, ну, нечестно же, что у одного есть, у другого нет. Но это несправедливо. И цепом пошел. Просто никто даже об этом не узнал, да. Ну вот это такая вот разница к доступу к этим источникам. Ну вот, пожалуй, из мотивации присоединиться к нашим семи дням следующим, которые реально могут невероятно изменить всю жизнь, могу добавить еще одно. Но я пять раз теряла состояние. В 24 года я заработала 2,5 миллиона долларов и потеряла их, то есть все состояние и три бизнеса. Это были 90-е годы. И меня раскулачили просто до нитки. Я осталась вот с чем была. После этого я еще четыре раза теряла состояние. Последний раз я использовала тоже в рассказе. За три месяца до кризиса 2008 года я взяла огромную недвижимость в кредит. То есть я взяла кредит 300 тысяч долларов именно за три месяца до вот этой точки. Зачем? Ну вот так. Если бы я этого не сделала, мне сейчас было бы точно нечем поделиться. И с момента, когда я проработала эти истории, то есть я пришла на РПТ с кредитом в 300 тысяч долларов, с банком, который выгонял меня и детей там из квартиры, чтобы эту квартиру забрать и закрыть этот кредит. То есть я вообще не понимала, что делать и как жить, ну вообще есть ли жизнь на Марсе, да? Ну то есть вопросов было гораздо больше, чем ответов. Шаг за шагом после РПТ я реально смогла исцелить эти ситуации. То есть первое, что я сделала, я отдала кредит за полгода. То есть там пять с половиной месяцев мне понадобилось для того, чтобы его отдать. До этого четыре с половиной года я реально не знала, что мне делать дальше. То есть просто не знала. То есть на самом деле дело было в том, что я попала в травму в момент кризиса, да? То есть дело не в том, что я не могу заработать эти деньги, а в том, что я была в травме. И в травме я не могу заработать, она у меня активировалась. И как только я травму исцелила, то вообще все шаг за шагом выстроилось. И с этого момента я построила дом. Он сейчас на стадии, ну надо делать ремонт в нем. У меня, ну порядка семи объектов недвижимости уже за это время. Из минус триста, да? Там примерно за семь лет. Вот мы офис купили недавно, он будет готов через десять месяцев новый. У нас есть офис, в котором мы сейчас находимся. То есть шаг за шагом я начала приходить к состоянию, в котором был мой прадед, когда с ним случилось раскулачивание. То есть у него был дом, у него был сад. И я шаг за шагом возвращаю вот это все к тому, чтобы все было нормально, да? То есть я перестала терять недвижимости, я перестала терять бизнесы, я перестала терять отношения, я перестала терять, да? И шаг за шагом чувствую себя адекватным, нормальным, здоровым человеком. Ну это то, что мне удалось. Если вы чувствуете, что вам нужен знак, что пора что-то менять в жизни, знайте, это он. Приходите завтра, у нас в десять, да? В десять начало, только все будет на Сурганово, 27 офис, 6, 100 день яй. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Предыстория про...